Я ввел непосредственно свои вебинары, чтобы кратко, емко, четко, не тратить ни свое, ни в коем случае ваше время, потому что сейчас у нас время очень ценно, так как именно в период пандемии и коронавируса необходимо работать максимально усиленно, потому что сейчас открываются на самом деле те грани, которые ранее не были открыты. И вы можете достучаться до тех людей, до которых раньше невозможно было вообще дозвониться, как-то назначить встречу, потому что все сейчас равны перед пандемией. И даже в тех странах, в которых сейчас карантин отменяется, я не говорю, конечно же, про арабские страны, я говорю про европейские большей частью страны, это именно стимулирование экономики для того, чтобы население снова начало потреблять. Меня зовут Схудеев Алексей, являюсь членом правления SWC, в прошлом это Skyway Capital, но у нас произошел небольшой ребрендинг, почему я называю небольшой, потому что изменения будут еще, но они будут уже такие весомые, серьезные, именно в логике проработки по репутации. И скажите мне, пожалуйста, вообще какая компания на самом деле задумывается сейчас о репутации, об очищении репутации? Наверное, та, которая именно планирует работать десятилетия, может быть 20, может быть 30 лет. Все остальные компании, у них ближайшая цель, даже вот говорить про небольшие стартапы, много очень репортажей вышло про Кремниевую долину и рекомендую всем посмотреть, в первую очередь Дудя, конечно же, репортаж. Ну, там можно спорить, что что-то правда, что-то неправда, и потом просто веер вышел репортажей. На мой взгляд, это связано с тем, что, скорее всего, это такой вот объединенный, не сказать, что заказ, но можно сказать, что такая вот невербальная реклама Кремниевой долины. Но многие стартапы, выходящие из Кремниевой долины, они стремятся к такому краткому периоду и своей жизни, и своего рассвета, и потом заката, это ждет абсолютно все компании. Но у каких-то компаний период развития растягивается на целый век, может растянуться, если говорить в первую очередь про транспортную инфраструктуру и про ту технологию, в которую мы инвестируем. У IT-стартапов, у тех, кто делает какие-то приложения, у медицинских биотех-стартапов, у них жизненный период часто таков, что они набирают некоторую капитализацию, проводят испытания, проходят сертификацию необходимую, и сразу бегом на IPO. Происходит взлет акций, и это сплошь и рядом мы можем видеть по IPO прошлого года, по многим, не всем, но многим. Но потом происходит падение этих акций, потому что иного продукта у этих компаний нет, и генеральный конструктор нередко в своих интервью, и я хотел бы еще раз привести важные веб-ресурсы генерального конструктора, то есть это сайт Unitsky Engineer Instagram, там тоже некоторую активность проводит генеральный конструктор, и, конечно же, YouTube, где мы из первого источника смотрим все необходимые новости, которые нам дает сам основатель компании. Это нонсенс, но это нормально во время пандемии. Как только пандемия закончится, как только время карантина закончится, лично генерального конструктора все, больше не будет такого обилия видеорепортажей, и, поверьте мне, это никакой не маркетинг, просто освободилось немножко времени. И что касается маркетинга, что касается благодарности компании, в первую очередь головной компании, за то, что сейчас непростой период, многие продолжают развивать усиленно, и награда – это лучший дисконт. Это дисконт, который даже превосходит в некотором роде по некоторым условиям, дисконт, который был выдан в прошлом году в честь юбилея генерального конструктора и создателя, изобретателя технологии, в которую мы с вами инвестируем. Это ограниченная акция, и я могу сказать, что никто не знает, когда она закончится. То есть вот это зависит сугубо от приходящих инвестиций, как от нас, от физических лиц, так и от юридических лиц, и когда придет инвестиция, например, по предварительным платежам адресных проектов, которые, как неоднократно упоминал генеральный конструктор, развиваются и готовятся, и в этом году он неоднократно повторял, что они будут уже запускаться. Не то, что они будут построены, запускаться – это значит, будет оплачена часть, будут созданы предпроектные различные документы, будет пройдена стадия feasibility, стадия и так далее, и тому подобное. Но строительство, конечно же, начнется уже далее, через несколько лет. Но компания начнет получать прибыль уже с первых платежей. А когда компания получает прибыль, то вы понимаете, что компания уже решает направлять это на реинвестицию своего бизнеса, нашего с вами бизнеса, либо частично выплатить дивиденды. То есть я думаю, что как только, так сразу, и руководство головной компании все нам сообщит. Но нужно, чтобы это свершилось. Так вот, если подобные вещи будут происходить, пришли какие-то крупные инвестиции, и эта акция все прекращается. То есть степ-ап, она очень-очень ограничена, никто не знает, когда она закончится. Сейчас такой вот период дан 30 июня, но может закончиться раньше. И это очень сложное было решение, потому что математика, потому что вся система краудинвестинга, она рассчитана, как, знаете, в сопромате рассчитывают балки, чтобы не рухнули мосты предварительно. Конечно же, в голове генеральный конструктор все рассчитал. И вот эти дисконты, когда были предложены на одной из планерок внутренних, то головная компания лично, генеральный конструктор это утвердил, так как это бьется с математикой. И в первую очередь он выражает благодарность тем, кто и сейчас развивает компанию, и развивал, и, может быть, те люди, которые считали уже, что вот дисконт уже не настолько привлекательный. Скажите мне, поставьте плюсики, кто считает, что вот эти дисконты, они реально привлекательны. Ну, я могу сказать, что далее будет дисконт идти только на убыль. И он не будет возвращаться на подобные объемы, потому что компания развивается, потому что сейчас строится в Шарже, первая фаза уже фактически достроена, вторая фаза сейчас, после того, как возобновятся работы в Арабских Эмиратах, она просто, я думаю, полетит, потому что все уже желают это дело все достроить, и продемонстрировать, так как на самом деле новости мира гласят, что Экспо-2020 в Дубае планировалось провести с 20 октября 2020 по 20 апреля 2021 года, но теперь организаторы приняли решение о переносе, то есть аж на октябрь 2021 года. И это решение, я думаю, может еще либо измениться, либо не измениться, это не важно абсолютно, но важно то, что то, что было продекларировано генеральным конструктором, будет создано и будет достроено до Экспо-2020 прежней даты, то есть ничего не сдвигается. Знаете, можно было расслабиться и сказать, что вот Экспо сдвинулось, у нас куча времени. Нет, у нас нет времени, потому что мировая экономика сейчас терпит постепенный крах, и не так много технологий, которые могут стать основой восставания из пепла мировой экономики и возобновления путем создания новой индустрии буквально с чистого белого листа, как неоднократно говорил генеральный конструктор. И я хотел бы остановиться на программе Level Up. Она очень мотивирует тех лидеров, которые любят соревноваться, которые любят наблюдать друг за другом, которые любят работать в команде. Очень простые условия, могу сказать, и по ней действительно проще некуда. Это всего лишь пройти верификацию личной инвестиции от 200 долларов и один новый партнер с инвестицией от 200 долларов. Каждый месяц новый партнер, если вы желаете принимать участие в рейтинге. Вчера я смотрел там призовой фонд в районе 2,5 тысяч долларов уже. То есть есть специальные условия, их нужно выполнять, вы будете набирать баллы. И это, знаете, такой элемент геймификации, чтобы было интереснее привлекать инвестиции и чтобы были какие-то такие майлстоны, отметки, за которые, достигая которых, вы получаете определенные призы. В личном кабинете они нарисованы, как смартфоны, ноутбуки и так далее. Но это будет компенсация, конечно же, в условиях пандемии просто на бонусный аккаунт. Поставьте от 1 до 10, как вам вообще эта акция. И поставьте «Да», кто принимает участие. Очень интересная среди небольшого количества людей, которые сейчас у нас присутствуют. Потому что я могу чуть-чуть пожурить аудиторию русскоязычного своего вебинара. Но на самом деле ситуация видна по статистике. Россия, к сожалению, не особо активна. Но уже Нигерия и вебинары еженедельные раз где-то в 2 недели я присоединяюсь. Уже то, что мы запустили посредством системы лидогенерации, системы холодного рынка, уже 69-70 людей. Из них 60% это новые люди, которые только-только узнали о проекте. Но вы помните, что в первую очередь я провожу вебинары для того, чтобы они масштабировались на другие языки. И все наши вебинары записываются в виде тезисов. Ольга эту работу замечательно делает. И поэтому иностранцы также, считайте, послушали вебинары, прочитав их. И я хотел бы остановиться на самой главной рубрике, пока она не заканчивается. Так как генеральный конструктор проводит свой один выпуск, следующий выпуск видеоблога. И один за другим они более интересны. Именно то, что сказал сам основатель компании. Я, как обычно, записал это в виде цитат, потому что слов из фразы вообще здесь абсолютно не выкинешь. Более того, сделаем так, что без нас не строили и даже не проектировали. Потому что все запатентовано. Это интеллектуальная собственность, а наша собственность. И это только позволяет нам зарабатывать. Здесь имеется в виду, что если бы не было это все упаковано в виде интеллектуальной собственности, то непонятно, какой был бы финансовый продукт на самом деле у тех площадок, которые сейчас привлекают инвестиции. И самое главное, это можно было все скопировать, это можно было все применить, чуть-чуть видоизменить и, грубо говоря, присвоить себе, своровать, можно сказать, технологии. Сейчас генеральный конструктор говорит нам, что это невозможно. И так как все запатентовано, все опечатано, все запломбировано, как говорится, то только та технология и те компании от того, что мы с вами финансируем, смогут на этом зарабатывать. Ну и в будущем мы с вами как совладельцы этой технологии, когда пойдет уже прибыль после выхода на коммерческий рынок. И неоднократно, наверное, раз в пять я услышал эту фразу, если бы это было в логике того, что нужно сказать это просто, чтобы сказать, то говорилось бы это минимум. Но генеральный конструктор неоднократно говорит, что он все помнит, инвестиции возвращать надо инвесторам, он это знает. Это неоднократно было повторяемо и это дорогого стоит, потому что многие на самом деле убегают от ответственности. Здесь полная ответственность, полное понимание ситуации, полное объяснение, представление фактов без какой-либо подмены понятий. Третье, не надо браться за любой проект, лишь бы что-то сделать. А тестовать трасс – это часть сертификации. Здесь имеется в виду то, что на самом деле сейчас многое то, что происходит, то, что коронавирус чуть притормозил развитие. Многие думают, а зачем строить в Шарже, а есть же все в Минской области, на Мариной горке. Но на самом деле, во-первых, ничего не останавливается, это четвертая цитата на сегодняшний день с видеоблога генерального конструктора, что мы ничего не закрываем, мы продолжаем работать и строим инновационный центр в Шарже, как центр продаж и как магазин продаж. Здесь замечательно сравнивается с покупкой автомобиля. Мы же, когда приедем в салон, во-первых, мы хотим прийти в салон, а не в какой-то сарай, либо непонятный гараж, где будет стоять, да, хороший автомобиль, который мы хотим приобрести, но будут возникать мысли, а почему так грязно, а почему так обслуживают плохо. То есть все должно быть идеально. И на самом деле, то, что сейчас создается на территории инновационного центра в Шарже, это как раз-таки тот салон продаж. Вы посмотрите, например, на ангары, отдизайненные ангары, именно вот помещения, территории, где находится Мерседес. То есть они все, во-первых, в едином стиле, во-вторых, очень красивые, там огромный уровень и обслуживания, и предоставления модельного ряда. И к выставке, которая планировалась по срокам в начале КЭКСПО 2020, все будет продемонстрировано. Как раз-таки вот этот салон продаж, он откроет двери для мировых, желающих приобрести продукт. А продукт – это развитие адресного проекта внутри своей страны. Я думаю, что, скорее всего, немало контрактов, как минимум, меморандумов о сотрудничестве, предварительном сотрудничестве, будет подписано, когда многие делегации поедут в инновационный центр Шаржин наблюдать ту технологию, которая уже происходит в реальности. И строятся тестовые трассы, потому что уже идут заказы, и этот процесс начат. То есть необходимо завершить то, что сейчас строительство выставочного центра, центра продаж, магазина продаж, завершить, показать, и чтобы все смогли осуществить тест-драйв. Кто-то будет осуществлять тест-драйв на тяжелых грузовых пассажирских модулях, кто-то будет осуществлять, смотреть на тест-драйв перевозки контейнеров. И на то, и на то есть уже заказчики. И пошутил, конечно же, генеральный конструктор, но в каждой шутке есть доля правды. И на самом деле это чистая правда, что если на Крайнем Севере уже будут заказы, оплаченные заказы с имеющимся бюджетом, как когда-то это было в Хабаровске, допустим, в Кантемантийске. И на некоторые проекты до кризиса 2008 года планировалось выделить вообще миллиарды рублей. Но никто не предполагал, что изойдет в 2008, и, конечно же, власть потом сменилась этих регионов. И на самом деле, если бы не было построено то, что сейчас демонстрируется на экотехнопарке в Минской области, и сейчас в Шарже, возьмем Шаржу, например, то так и пришлось бы доказывать, убеждать, что да, вот в Минске работает и у вас заработает, но так подобные технологии не покупают. И на самом деле, Симонс потратила примерно 6 миллиардов долларов на разработку и всего лишь получила проект на полтора миллиарда. И генеральный конструктор в своем видеоблоге не раз описывает, что десятилетия требуется даже таким компаниям, чтобы получить тот или иной проект. Это не происходит моментально. И на самом деле, я бы очень сильно напрягался от смены планов и каких-то изменений по дорожной карте, если бы мы инвестировали в IT-проект. Но мы с вами являемся совладельцем сложнейшей технологии, которая формирует новую отрасль. Поэтому здесь, как ранее сказал генеральный конструктор, если уж Боинг, например, ошибся в 10 раз вообще по своему бюджету, то есть в 10 раз больше стоила технология создания, производства, проектирования Боинга, то те небольшие отклонения и те небольшие даже отклонения, если происходят, то появляется какое-то новое направление. Всегда действует поговорка, пословица, в той технологии, которую мы с вами инвестируем, нет худа без добра, потому что юниконты бы не появились. И легкий прогулочный транспорт, он также не появился бы, если бы не встречались определенные трудности. Если будет заказ с Антарктиды, оплаченный генеральный конструктор четко дал понять, что да, будет строиться тестовый участок в условиях вечной мерзлоты, потому что невозможно продемонстрировать то, что в Минской области, либо в Арабских Эмиратах условия вечной мерзлоты, условия крайнего севера. Конечно же, нужно будет строить новый тестовый участок. Но сейчас не будет никто этого делать, потому что финансирования на это на данный момент не имеется. И я хотел бы остановиться на очень серьезной теме, на мой взгляд, которую, скорее всего, по количеству просмотров, почти 5000 просмотров этого видео, но многие не оценили. Я хотел бы обрисовать своими словами, что вообще было представлено на этом видео. Во-первых, это четкий пример минимального рабочего прототипа, с которого многие стартапы начинают. А в данном случае это не минимальный рабочий прототип, когда еще реальной модели не существует. Это просто стенд. То есть это для того, чтобы не помещая, не используя реальную машину, реальные механизмы, но имея необходимое оборудование, моделировать все те ситуации, которые необходимо смоделировать для демонстрации возможностей транспортного андроида. То есть это транспортные роботы, это киберфизические объекты, которые взаимодействуют между собой внутри киберфизической экосистемы Транснет. И это далеко не только транспорт и инфраструктура. Потому что неоднократно на своих слайдах, на других вебинарах я представлял то, что Транснет – это и умные водопроводные системы, это и все виды электрокоммуникации, связи, мобильные виды сигналов. И 5G, конечно же, будет использоваться. И когда будет использоваться 6G, 6G будет использоваться, это фактически вся инфраструктура, которая сейчас присутствует на планете, но объединение в одну сеть, в одну путевую структуру, в один транспортно-инфраструктурный комплекс. И на самом деле я был поражен, то, что я увидел, потому что когда уже давным-давно мы работали над первыми версиями платформы для той технологии, в которой мы с вами финансируем, нам вот эта вот система была необходима, потому что, конечно же, в логике стартапа, который тогда запускался, невозможно было сделать симулятор. И это как раз-таки в лучшем виде симулятор, который, поверьте мне, при должном хакатоне, при должном конкурсе просто с удовольствием будут решать задачки программисты в сфере блокчейн, для того, чтобы перенести уже оцифрованную фактически реальность, то есть все работает на основе органов чувства, осязание зрения, технического зрения, имею в виду, множество датчиков, и в одной машине присутствует больше 250 сенсоров. Это огромное количество. Но это ничто в соответствии, допустим, как у нас, у человеческого организма, присутствие капиллярной системы, присутствие иммунной системы. И иммунная система также есть у Транснет. Она формируется из механизмов защиты, из реакции интеллектуальной системы управления каждого отдельно взятого транспортного средства. Это, знаете, это как улей пчел. Поэтому Евгений Кабанов сравнил с Роем, я думаю, и ранее испытывали, несколько лет назад на блокчейн дроны, чтобы формировать направление потока, роя дронов, и делать их абсолютно независимыми от друг друга, но с другой стороны, которые движутся к одной цели, в едином направлении, не сталкиваясь с друг другом. И да, так как четко определенное движение по траектории, по выделенной путевой структуре, без каких-либо других объектов, находящихся справа, слева, когда нужно перестраиваться, я имею в виду традиционный автотранспорт, здесь исключены такие решения, как, допустим, требуется принимать автомобилем с беспилотной системой управления, когда искусственный интеллект, автопилот решает, что сделать, врезаться в дерево, либо сбить человека, допустим, выбежавшего на дорогу ребенка, представьте вот такую ситуацию. Эти ситуации априори исключены в транснет, так как четко будет двигаться на втором уровне, друг за дружкой, при необходимости, если кто-то вдруг сломался, помогая друг другу путем устройства электронной сцепки, привозя на ближайшее депо для ремонта. И фактически это живые организмы, знаете, вот это действительно прекрасно осознавать, что это живые роботы, но которые, в отличие от андроидов, которые сейчас стараются, пытаются создать всеми правдами и неправдами, это четко определенное запрограммируемое действие. И я помню фразы, постулаты правила блокчейн-энтузиастов, которых я уважаю, что основное правило блокчейн-экономики, в которой задействованы роботы, это то, что робот всегда должен подчиняться правилам и служить на благо человеку. Это и происходит сейчас при создании транспортных средств и транспортно-инфраструктурных комплексов, которые моделируются вот на таких стендах в отделе интеллектуальных систем управления. На самом деле я был поражен, правда, был поражен, потому что это Ардуино. Можете посмотреть в гугле, то есть это программно-аппаратный комплекс для симуляции того, что можно легко перенести на реальность. Как это переносится? Программисты очень просто переносят необходимые сигналы и все необходимые адреса могут быть изменены с этого симулятора на реальный действующий физический объект, в данном случае транспортное средство. Это может быть как тропического исполнения транспортное средство, так и пассажирский модуль. Не имеет значения. Если симулировался контейнерный транспорт для контейнерных перевозок, для тяжелых контейнерных перевозок, либо большой грузоподъемности, либо большого пассажиропотока, не имеет значения. Все, что создано и просимулировано в виртуальной системе, все уже передается на железо, и там без сучка, без задоринки все произойдет, как и произошло. На самом деле, при первой демонстрации правителю Шаржи, я думаю, что как минимум, может быть не удивление, но как минимум осознание того, что эта технология может двинуться дальше и то, что необходимо дать полный зеленый свет и полный шанс продемонстрировать и закончить эту технологию, в голове, скорее всего, у делегаций, пребывающих на место демонстрации, такие мысли проходили. И на самом деле сейчас создается четко выверенные задания, маршрутные задания для контейнерных перевозок и для перевозок в условиях тропического климата. Вот вы здесь на черном экране видите логи, то есть это все может быть перенесено, это все может быть с помощью системы оракулов, мы будем обязательно разбирать, когда подойдем уже к блокчейн-системе, блокчейн-тематике, что такое оракул, но уже существует в блокчейн-индустрии такие решения, когда можно брать данные из внешнего мира, то есть температуру, скорость, да все что угодно, все что мы имеем, котировки валют, если понадобится как-то стеблкоин приводить в порядок с чем-либо, все что угодно можно взять с помощью оракулов. И на самом деле, когда первые попытки были запуска платформы для Transnet, этого не было еще создано, время еще не пришло. И симуляторов в таком виде, в котором они сейчас существуют, доработанные, абсолютно классно усовершенствованные, их тоже в таком виде не было. Поэтому можно сказать, что скорее всего опережали время, а тот, кто опережает время, тот не вовремя приходит. И мы пришли не вовремя, поэтому и передали все наработки, дали уже в головную компанию. Но я помню, я ценю этот опыт, и я понимаю, что сейчас происходит, потому что если бы я тогда не погрузился во всю эту тематику, я не смог бы вам сейчас сказать свой взгляд. Вот это вы видите, здесь на путевой структуре, то что, помните, в белой бумаге было описано, в первых версиях, что будут сенсоры зашиты, путевую структуру. Здесь эти все точки, вот на том маршруте, который наверху экрана, можно разметить, сделать разметку и смоделировать ситуацию. Это буквально задача одного-двух хакатонов. Команды найдутся, и команды решат эти задачи, как это встроить в блокчейн-экономику. И я могу сказать, что постепенно время приходит, и блокчейн-направление для Транснет, для той технологии, которую мы с вами финансируем, оно вовремя начнет реализовываться, потому что сейчас постепенно рушатся целые гиганты. Закрылась разработка Telegram Open Network. И буквально после халвинга биткоина, то есть сейчас стоимость за один добываемый блок в системе именно майнеров снизилась вдвое. И это тоже характеризует определенную эру. И буквально через несколько дней Дуров объявляет о том, что все, Telegram Open Network закрывается, этот проект закрывается после двух с половиной лет, после миллиардных инвестиций. Друзья, миллиардных инвестиций. Сейчас будут встречные иски и так далее. И как вы думаете, сколько инвестировано на интеллектуальную систему управления? Но тут вообще во много, в сотни, в тысячи, может быть, раз меньше, чем сравнимо с инвестициями Павла Дурова. Я могу сравнить инвестиции в направление для формирования блокчейн для той технологии, которую мы с вами финансируем, с Telegram Open Network по потенциалу, по сейчас поддержке мировых элит и инвесторов. Ну, примерно, как сравнивать сейчас тот стартап, который мы с вами финансируем, который уже не совсем является стартапом. Например, с гигантами, как TGV, как Siemens. Вот примерно такое сравнение. Но, как вы понимаете, все, кто преодолевает ситуацию в тяжелых условиях пандемии, коронавируса, кризиса, они демонстрируют свою состоятельность на рынке. И то, что сейчас симулируется, а здесь же симулируется, фактически реальные условия для движения транспортного средства в инновационном центре Шаржи. И это сначала в виде игры, в виде некого симулятора. Кто помнит игру Tycoon, либо SimCity? Вот это тоже такие симуляторы. И на самом деле много тех, кто сейчас развивает направление блокчейн-индустрии, они создают как раз-таки в начале тот же реальности. И вообще я не увидел того, что касается транспортной инфраструктурной сферы, что кто-то дошел до реальной составляющей. Потому что реальной составляющей просто-напросто нет. Сейчас невозможно перестроить на блокчейн современные автомобили. Они просто не будут взаимодействовать между собой. Не та экосистема. И нет никакого даже намека на киберфизическую систему в современном транспорте, в современной инфраструктуре. Здесь все регулируется, здесь все можно подправить. И это, знаете, как такие вот законы виртуальной физики. То есть фактически здесь в начале создается то, что будет в реальности, но то, что на самом деле уже есть в реальности в виде реальных машин, они пока не думают, им переносят интеллект. Это круто. Если бы я знал эти моменты, которые будут меня так будоражить, то в 2015 я бы еще, наверное, больше решений и в плане инвестиций принял, и еще сильнее, хотя куда сильнее, развивал бы структуры на тот момент, когда у меня было время это делать. И то, что вот вы видите на экране, можно сравнить с GTA или какой-то игрой, но это реальное проигрывание ситуации и в виде проигрывания происходит моделирование многих вообще прогнозирования ситуации. Даже говорят, что финансовые кризисы с помощью теории игр в специальных комнатах теоретически можно смоделировать. когда вы будете знать, игрок либо объект сделал какой-то ход и происходят определенные вещи. Система максимально быстро меняет свое задание, в данном случае это маршрутное задание, и все это демонстрируется на графиках, то есть они действительно изменяются, невозможно подстроить, то есть человек появился, бревно упало, все, наши транспортные андроиды остановятся, примут решение, отъедут назад и будут принимать лучшие решения, потому что это сложная математика, это сложные алгоритмы, это лучшие применяемые технологии, и что мне очень нравится, это отечественные технологии внутри ЗАО, отечественные я имею ввиду, вы видите логотип какое, то есть это просто гордость распирает, я думаю, что многого мы просто не знаем и не видим, что происходит в недрах ЗАО струнные технологии, огромная благодарность то, что нам это демонстрирует и показывает, поставьте от 1 до 10 по той информации, которую я вам сейчас передал, то есть я в совершенно другом ракурсе это все преподнес, потому что это как раз таки связано с блокчейном, и многие команды будут бороться за то, чтобы решать задачи, как это будет реализовано в блокчейн индустрии. Это вы увидите просто, что будет происходить, никто не предсказатель, никто не Нострадамус, но это действительно очень классно. Если говорить про то, что я не буду сейчас переходить пока что на ситуацию в мире, я хотел бы сказать свой взгляд не стал делать в виде отдельных слайдов, в чем еще лежит логика, я бы сказал, идеология той технологии, которую мы с вами финансируем. Смысл заключается в том, что это не только транспорт будущего, то есть сейчас в всех материалах транспортов фьючер упоминается, я бы сказал, что это транспорт для лучшей человеческой жизни, я бы сказал, что это действительно транспортно-инфраструктурные комплексы для людей, я бы сказал, что абсолютно дружественные по отношению к людям андроиды и роботы. И что происходит сейчас, что мы видим? На самом деле технологии все больше и больше порабощает человека. Я не говорю про смартфоны, я говорю несколько про другое, я говорю вообще про понятие технологической сингулярности, и это на самом деле описал Раймонд Курцвелл и посмотрим, сбудутся ли его прогнозы или нет, но примерно к 2040 годам он прогнозировал то, что развитие технологического прогресса и создание различных смартфонов, гаджетов, оно соединится в точке и уже некуда будет развиваться. На тот момент будет объединен человек с компьютером, что сейчас Илон Маск старается сделать в своем стартапе Neuralink. А в чем же логика той технологии, которую мы с вами финансируем? В этом случае человек наоборот больше получает свободы действия, перемещения и общения вживую, потому что общение вживую, даже несмотря на сегодняшнюю пандемию, многие скучают по общению вживую, потому что ничто не заменит его, никакие не смартфоны, никакие недополненные реальности. Необходимо просто эффективно перемещаться, пока не в пространстве, пока не во времени, и кто знает, когда это произойдет, а просто из точки А в точку Б. Эффективно, безопасно, для бизнесов дешево и максимально быстро. Это решает та технология, которую мы с вами финансируем. Еще что я хотел бы отметить, андроиды, роботы создаются для того, чтобы, ну, сейчас в основном для того, чтобы заменить человека, и таким образом они могут либо навредить человеку, либо принести ему благо, если, допустим, это роботы какие-то строительные. В случае с той технологией, которую мы с вами развиваем, финансируем, транспортные андроиды, они всегда на помощь человеку, то есть фактически это наш транспортный гаджет, мы его вызываем, мы им пользуемся в приложении для того, чтобы он нам помог решить нашу задачу переместиться из точки А в точку Б, внутри станции зайти в безопасную в условиях пандемии, например, безопасную в логике присутствие вирусов, это также может быть реализовано, и он, не задумываясь фактически ни о чем, перемещается по своему маршрутному заданию, имея в виду транспортный андроид, и никогда не собьет человека, не зажмет бантик девочки, не зажмет галстук, что-то побежит просто за транспортным средством, всегда будет решение в пользу человека, потому что таким образом он проектируется, он создается, и в плане работы тот проект, который мы с вами финансируем, он создаст просто миллионы рабочих мест, новых рабочих мест, новых профессий, новых отраслей, новых индустрий, и заменится роботами внутри только самая тяжелая и бредная работа, либо та работа, которая должна быть максимально точной и избежать нивелировать любой человеческой ошибки, а все остальное будет создано на благо человека. Третье, технология встраивается в человека, это постепенно происходит, и сейчас все больше и больше делают дополненную реальность, когда человек надевает некоторые сенсоры и как через аватар управляет различными производственными процессами, да, это хорошо, но когда уже задумываются о встраивании вовнутрь человека, я не буду упоминать компанию, потому что не тема нашего вебинара, но уже задумываются об встраивании вовнутрь человека для блокчейн-индустрии, даже некоторых аппаратных решений. Это, на мой взгляд, не стоит делать, если вообще не стоит делать, это неэтично, и сейчас не решена другая задача для человека, и в случае с той технологией, которую мы с вами финансируем, используется это все для улучшения качества жизни, она не встраивается в него, человек садится в транспортный модуль и получает все блага, пользуется всеми услугами, но он остается человеком, и фактически то, что сейчас человек пытается преобразить некоторое идеальное существо киберфизическое, полукиберфизическое, такая идеальная система формируется внутри транснет, где каждый отдельный объект принимает свое решение по тем правилам, по тем регламентам, которые ему разрешены, то есть это цифровая система и не очень этично, не очень хорошо, когда это будет переноситься либо как-то частично даже в условиях пандемии переносится на население. Все технологии на взгляд вообще всех идей, которые прослеживаются внутри той технологии, которую мы с вами финансируем, они идут на благо человека. И я могу сказать, что вот такой синергии между технологией и человеком внутри проекта я сейчас во многих стартапах просто не могу найти. Если кто-то найдет, если кто-то знает, напишите в чате, напишите мне на почту, я с удовольствием это все изучу, но это синхронизация человека и технологии без вреда человеку. Это синергия и это фактически схождение в одной точке блокчейн индустрии, роботизированной индустрии. Это то, что скорее всего в цифровом мире сейчас и ожидают. А что происходит сейчас в мире? Это следующая моя рубрика постоянная. В России вообще в апреле было пережито рекордное падение деловой активности и это тот самый случай, когда необходимо дать, на мой взгляд, информацию о том, что мы с вами развиваем. это позволит человеку обрести может быть не финансовую независимость в начале, но закрыть какие-то свои потребности. Потому что сейчас все больше и больше инструментов появляется и когда откроется уже возможность получения новых видеорепортажей с Арабских Эмиратов, я думаю, что мы увидим огромный прогресс за очень короткое время, потому что все было готово, все было спроектировано, команды готовы, кто-то работал в условиях пандемии, кто-то прекратил работу из подрядчиков, но опер команды были сформированы, работа не прекращалась и соответственно темп не радикально был сбавлен. Если говорить про ситуацию в мире, то сейчас этот индекс я могу сказать влияет вообще на всю мировую экономику, но хуже было только во времена Великой депрессии. На 14,7% в апреле вырос индекс безработицы по США, а это как раз таки формирует количественные смягчения экономики, вливание вертолетной деньги и так далее и тому подобное, чем стимулируется потребительский спрос внутри США и что сейчас отражается на всех котировках и индексах, потому что на самом деле ситуация ее показывает вот этот график, то есть индекс безработицы он упал просто ниже плинтуса, а индекс акций, то есть S&P и другие индексы, NASDAQ, они сделали такое небольшое колебание. И как вы думаете, игре от рынок или нет? Как вы думаете, сейчас гигантской компании, вот опять же повторюсь, к примеру, если бы Литва не остановила и не было вообще никаких препятствий, и к примеру, вот в этот период выходила бы та технология, которую мы с вами финансируем, на IPO. Да, врагу не пожелаешь на самом деле в это время выходить на IPO, потому что манипуляторы и игроки на рынке обвалят только потому, что сейчас необходимо так делать, сейчас время такое, и сейчас главное на этом рынке заработать, не смотрят на долгосрок, но будут смотреть на долгосрок, когда все нужно будет отстраивать, как в виде экономики, так и в виде создания новых инфраструктурных объектов, которые и после ураганов, различных экологических катастроф стимулируют и восстанавливают экономику, и после Второй мировой войны мы видели, как была простимулирована экономика с созданием новых производств, строительства новых небоскребов и запуска, конечно же, новых транспортных сетей и новых транспортных веток. Поэтому я подтверждаю слова генерального конструктора, который неоднократно произносил, что мы строим самый крупный бизнес за всю историю цивилизации, и мы его построим. И огромная благодарность еще раз тем людям, которые не прекращают развивать проект, и компания выражает эту благодарность в виде того супердисконта, который был продемонстрирован на первых слайдах. Такой дисконт, он очень ограничен, и, пожалуйста, передавайте эту информацию тем людям, которые только присоединяются к проекту. Потому что этот дисконт, повторюсь, даже лучше, чем на юбилей, который был сделан чисто, чтобы поздравить всех акционеров, будущих и нынешних совладельцев технологии, и те, кто хочет успеть проинвестировать с тем праздником, а сейчас это огромная благодарность и выражение уважения всем инвесторам, которые, может быть, сейчас считают, что хотелось бы на какой-то другой дисконт, но дисконта 1 к 600, я могу сказать, уже никогда не будет. Этот период мы прошли, как когда-то, мы прошли и подарочные 100 долей был такой период, и многое, многое, я уж не говорю про начальный дисконт, 1 к 1500, это просто какая-то сказка, когда технология выйдет на мировой рынок, те люди, которые даже забыли, у меня есть такие партнеры, которые на третьем этапе инвестировали немалые суммы, исчисляемые миллионами рублей, но сейчас абсолютно уже долгие годы не принимают никакого участия, но сделали решение выгодное и правильное в нужный период, и я думаю, что они обрадуются и вспомнят, когда все это начнет капитализироваться. Благодарю за внимание, по традиции поставьте оценку от 1 до 10 по качеству, по информации предоставленной на моем вебинаре, как обычно, я уложился в час, как Михаил Кириченко укладывается, в 5 минут в своих новостях, но в 5 минут у нас не уложится, хотя и так максимально сокращаюсь. Отвечу сейчас на вопросы, буквально немного, по обучающей платформе я видел вопрос, здесь ситуация обстоит таким образом, что сейчас мы делаем IT-инфраструктуру, личный кабинет, и все модули, все курсы, они готовы. Вы не представляете, как много работы было затрачено, буквально день и ночь сидел IT-отдел, чтобы запустить эту акцию благосклонности от головной компании в виде дисконта, это одна IT-задача, и постоянно IT-задач много. Сейчас в очереди стоит создание и решение задач по обучающей платформе, она будет обязательно запущена, и все материалы, и даже будущие курсы, я могу сказать, провели классные переговоры по финансовой грамотности, с человеком с огромным опытом, я думаю, что будет это некая такая приоритетная функция для тех, кто будет инвестировать в будущем через Royal Capital Group, там от 10 тысяч евро будут начинаться инвестиции, более такая понятная прямая схема инвестиций для институциональных, например, инвесторов, и некоторые обучения, те люди, которые достигли статуса, как я и говорил, от мастера, будут получать обучение бесплатно, так что терпение, все обязательно запустим. Так, еще коллеги вопроса, заработает ли с 1 июля биржа по продаже части Skyway Global токен, как планировалось? Не знаю на этот вопрос ответа, и дезинформировать не буду, так как я привык говорить правду и только правду, объективные факты на своих выступлениях, на своих конференциях и вебинарах. Так, Владислав, я ответил на ваш вопрос по обучению? Дисконт 1 к 600 есть до сих пор только у тех, кому, кто его брал и до сих пор покупает. Я очень рад, что я один из тех, кто до сих пор платит по этому дисконту. Да, я абсолютно поддерживаю, но это как раз принимать решения вовремя. И сейчас тот же момент, уже на несколько более других условиях, но также привлекательный. Коллеги, еще вопросы. По цене токена, коллеги, я не буду делать вообще никаких высказываний, потому что платформа будет запускаться для цены токена, платформа будет запускаться для того, чтобы соединить блокчейн и транспортные инфраструктурные комплексы. Это будет моя четкая позиция, как оценит рынок, будет это расти, не будет расти, это покажет будущее. Никто не имеет права говорить о прибыльности токенов, это противоречит всем необходимым регуляциям и правилам, поэтому я вас призываю действовать так же. так, коллеги, еще один вопрос, и я завершаю сегодняшний вебинар, переходим на часть пост-видео, это тоже интересная часть, кто не мониторит выпуски на каналах YouTube официальных, если нет вопросов, то до скорых встреч через две недели, я думаю, что мне будет так же немало вам сказать и поделиться полезной, я надеюсь, информацией. Счастливо, да, удачи всем нам, нашим движением вперед, потому что мы движемся, заставляем двигаться технический прогресс вперед, и я думаю, что частично будем спасать и экономику в том числе. Счастливо! Счастливо!